ну что похоже у меня с интернетом что-то налаживается показывает 4g а всего-то и надо было купить себе новый телефон и все оказывается много от этого зависит не только от качества связи но и от аппарата как такового так сегодня буду говорить о секретах в боевых искусствах о клановых школах я не про клановые школы ниндзя а про традиционные ортодоксальные направления великих учителях о тайнах и так далее то есть разных системах учи дэши от передачи из уст густа да без уст вообще конечно странно звучит изо рта в рот прикольно просто все добро это я еду после тренировочки сразу вот а передачи изо рта в рот из уст густа и так далее так существуют ли эти клановые секреты и всякие тайные школы великие знания и так далее ну давайте исходить из нескольких положений или вернее о предположении первое предположение что такие тайные школы есть второе что таких тайных школ нет третье что неизвестно есть они или нет вот и рассмотрим все эти варианты и что из этого можно взять ну давайте начнем с самого простого с некоего логического подхода смотрите предположим были когда-то супер какие-то тайные знания то есть вот люди начали в свое время заниматься боевыми над искусствами стали какие-то разрабатывать боевые системы и получили какие-то первичные знания по этому делу то есть научились драться были ли у них в достаточном количестве знания для того чтобы создать такие какие-то уникальные методики которые мы сейчас не можем вернее не могли бы разработать и воспроизвести то есть вот то что вот они разработали тогда оказалось настолько тайным что вернее и секретным и столь великих достижений что мы теперь не в состоянии понять и разработать нечто подобное учитывая то что у нас гораздо больше знаний гораздо выше интеграция в сфере боевых искусств гораздо больше мы делимся опытом то есть как таковых и секретов в общем то нет хочешь в голландию ведь учиться хочешь и эти в бразилию в японию на на киналу шоу линь да хоть куда хочешь мне то есть можно почерпнуть знание и от мастеров и из первоисточников и из различного рода литературы из архивных данных у тех специалистов которые были в те давние времена таких источников не было не существовало и знаний в области медицины биологии физиологии анатомии человека на базе которых не разрабатываются всякие секретные техники ударов по точкам по нервным центрам по внутренним органам каким-то специальным образом воздействия них не было таких как есть и сейчас потому что нам доступны и старые знания и особенно новые там же были доступны только те знания которые были в то время новых не было а новые знания никак нельзя скинуться счетов однозначно совершенно их огромное количество а просто колоссальное в итоге получается что разработать более серьезную боевую систему обладающую как раз вот именно большими знаниями а претендующими на некую секретность проще то намного сейчас легче чем это было тогда но предположим что вдруг открылись какие-то тайные знания древним людям от инопланетян там я не знаю от другой цивилизации которая была намного выше круче и они почерпнули оттуда эти системы боя методы воздействия на человека какие-то я не знаю шмертельные техники там и так далее вот и теперь это передается из поколения в поколение и как говорится из уст в уста на передается а где же гарантия так это что каждый но ученик из последующих сможет в должной степени и перенести эти и передать освоить осмыслить и передать эти знания дальше понимаете если система не развивается то она естественным образом затухает как бы каждый последующий из учеников не пытался лучше воспроизвести то же самое то повторение того же самого без привнесения нового обречено на смерть то есть если даже такие какие-то и секреты и существовали то они деградировали и практически исчезли и остался от них только ореол а таинственность и не более того потому что времени прошло много ну и давайте предположим такой вариант что вот вдруг оказалось так что знания эти существовали и каким-то немыслимым образом они все-таки все-таки дошли до нашего времени и сейчас они существуют в рамках каких-то клановых секретных тайных школ вот и они тренируются а практикуются и передаются дальше ну давайте тогда предположим еще одно допущение а насколько нам это может быть интересно и полезно ну с точки зрения ну вот интересности да возможно это может быть интересно а с точки зрения полезности какова вероятность что мы получим доступ к этим знаниям что мы допущены будем какова вероятность что вы я ну любой человек вообще может получить эти знания и как выбрать ту школу которая обладает этими знаниями а не говорит о том что они в рамках данной школы существуют как как такую школу выбрать вы можете слышать все что говорят что вот у нас там сакральные этого знания сохранены другая школа горит у нас сохранены и гарантия в итоге вы получите доступ к некоему телу скажем так учителя у которого вы будете заниматься всю жизнь от начала до конца и не факт что к концу своей жизни в эти знания получите скорее всего вы не получите я говорю по он потому что эти знания не существуют как таковы и либо существует легенда об этих знаниях и легенда об этих мастерах но даже если вдруг вам довелось попасть такую клановую школу ниндзи где стоят какие-то немыслимого рода секреты которые нельзя разработать с помощью современных знаний вот то сможете ли вы эти знания постичь ну может быть и сможете но я немножко не в трусу удалось так ушел какова вероятность что вы эти знания получите да практически никакая а если меня гарантии такой не существует то есть я не могу с достоверностью предсказать такую систему что вот я выбрал некую школу над обладающую такими секретными клановыми знаниями я пройдя определенный это жизненный путь виде там десятков лет точно приобрету эти знания и и и стану этим единственным учеником которому эти секреты будут переданы а я вообще горы магнитный человек тогда у этих людей как правило есть и свои какие-то клановые ну вот обязательства то они передают такие знания своим там ученикам ближайшим которые из той же но технической группы там японец японцу передает и кинавец там окинавцу китайца китайцу переда раз вторых они передают членам своей семьи где это династийные вещи это клановые вещи по крайней мере иллюзию и легенды о секретах о принадлежности таких секретов школам своим семейным они сохраняют значит получается что опять эти знания вы не получите а если мы не можем получить эти знания стоит ли вокруг них так это баражировать и это постоянно крутится сам трястись около этого понимания что это существует и пытаться каким-то образом получить доступ к этому всему не проще ли пойти по другому пути взять те реальные боевые системы которые реально работают и которые в рамках именно системы они какого-то иллюзорного скажем так вот искусство могут давать реальные результаты прям реальный вот когда можно взять абсолютно любого человека но любого если он только не ну не болен предположим нет у него дцп там или еще нибудь еще или какой-то травм родовой или или приобретенный травм любого нормального человека физически развитого и сделать из него специалиста бойца понимаете реального воина вот такая система она рационально понимаете секретов то никаких на самом деле нет вернее можно назвать и секретами некие методологии и некоторые подходы которые используются при подготовке спецподразделений но на самом деле это не секрет и то есть к этим секретом реально можно получить доступ может быть не к цельно разработанной самой системе но к знаниям если у вас есть не к знаниям с помощью которых интегрируя свои вот эти вот знания и имея аналитический ум вы можете разработать таковую систему и секретов получается к таковых нет а вот когда навевается ореол что существует какие-то немыслимые методы обосновать которые логически практически невозможно и то что они были изобретены какими-то далекими предками это просто убивает реально меня но это мое но ты мхой лично что какие-то далекие предки которые на самом деле были далеко недалеки в плане умственного самки развития если их сопоставлять с тем развитием который есть у современного человека понимаете у которого гораздо больше знаний больше навыков но если это конечно не но тымбецил который в социальных сетях целыми днями сидит а человек который действительно знание постоянно получает и всю свою жизнь как так обучается у него гораздо больше ну как могли люди в древности больше знать на эту тему чем знаем сейчас об этом мы об этом можно много спорить некоторые говорят ну как же они тогда действительно воевали с оружием действительно там занимались рукопашным боем от этого реально зависела жизнь и поэтому у них было более глубокое понимание этой темы нет ребят глубокого более понимания этой темы у них не было у них был больше опыт понимаете если люди на полях сражений друг друга и кто-то над убивалась другого одним и тем же приемом там на протяжении десятилетий был там ветераном это вовсе не значит что современный мастер фехтования над уступит такому бойцу в схватке реальной если они хотя бы немножечко по если хотя бы этого мастер фехтование совместно просто подготовить к бою с реальным оружием опыт до опыт отнять нельзя умение использовать рельеф местности там освещение ветер там пыль там это песок глаза бросит все понятно но если же этим всем будет но то было дать современный мастер фехтования учитывая его подготовку скоростную тактическую выносливостную у мастера а в кавычках этого древнего мира не будет никаких абсолютно шансов понимаете там нету ни такой ни скорости не силы ничего даже силы понимаете на что эти люди в древности были маленькие там не было гигантов не было великан потому что посмотрите на рыцарские доспехи там восемнадцатого ну шестнадцатого века да понимаете это делили путев это все где-то во всех нациях это было то есть не физически не тактически не по выносливости не по уровню знаний не они не превосходили ни в чем откуда там секреты ребят кто эти секреты им рассказал все это ерунда на постном масле поэтому конечно если кому-то хочется заниматься там эзотерическими познаниями какими-то то есть изучать там и историю боевых искусств и черпать в этом какую-то силу духовную для того чтобы развиваться в сезе боевых искусств ребят то вы заблуждаетесь в рамках боевого искусства как такового то есть артов киллинг вы развиваться не будете вы будете развивать свои моральные но эстетические нравственные качества когда и конечно можно говорить что в этом главный смысл и на боевых искусств боевых искусств искусств вот это главное слово может быть а боевых систем нет поэтому если боец хочет именно стать бойцом они таких боевых искусств то он должен заниматься боевой системой то есть систем сама и система это воспроизводимость то есть обязательно это некая схема которая воспроизводима для абсолютно любого человека искусства подразумевает глубокую глубокую утонченные индивидуальность только освоив боевую систему можно начинать заниматься боевыми искусствами Но когда человек с самого начала начинает заниматься какими-то супердуховными практиками на стезе боевых искусств, то он занимается фигнёй, и настоящего бойца из него вряд ли получится. Потому что надо сначала научиться, в принципе, морду бить, а потом уже под это дело, как говорится, утончённо подводить, о самом деле, духовность. Нет, конечно, это параллельно, безусловно, делать надо, но одно другим абсолютно не подменяется. Это всё равно, как начинать заниматься йогой сразу с каких-то, не знаю, сакральных элементов, работая над какими-то чакрами и так далее. Без того, что прежде всего надо подготовить своё тело банальной хатха-йогой, и просто растяжкой позаниматься. Если тело не готово, если техники нет, если нету реальной боевой системы, то некая иллюзорность в отношении секретных знаний не поможет никогда. А уж если вы думаете, что существуют какие-то секретные знания в плане физической подготовки бойца, которые обладали древние, то достаточно посмотреть хотя бы на тот скудный инвентарь, который используют в силовой подготовке адепты Горджу Рю, например. Ну, они молодцы, конечно, да, они традициям следуют. В следовании традиции существует некая такая вот, вы понимаете, красота ритуализма такого некого, такая сакральность. Фактически это и сектанство, и религиозность такая вот, так сказать, особенная, выраженная в приверженности вот к этому направлению. И именно вот эта вот ритуалистика, в том числе и даже физической подготовки, она вот таким образом и выражается. Но на самом деле современные спортивные тренажеры, которые в любом спортивном зале находятся, они гораздо больше могут проработать различных аспектов для развития человеческого тела. И их можно приспособить под любые задачи. Когда мне говорят, что а вот эти гантели, которые там используют, типа каменные или молоткообразные, там вот эти вот кяси или киси, как их называют, и всякие различные эти вот, ну, табада металлические, что они специально были придуманы с учетом. Да ничего не было придумано. То, что во дворе валялось, то и взяли. Приспособили где-то рычаг от чего-то, где-то жорно в палку всунули, где-то, понимаете, приспособили от безысходки, понимаете. Где-то горшок пальцами взяли, потому что вот не было ничего больше вообще, нищета, нищебродство было, поэтому взяли горшок. Ребят, современные тренажеры позволяют гораздо более качественно проработать аспекты все, и силу хвата, и развитие щепковой силы пальцев, и что угодно. И ни один мастер Годжу Рю, который вот занимается, эти горшки носит, не будет отобладать никогда щепковым хватом таким, какого достигают в силе и выносливости те люди, которые, например, занимаются армлифтом и тренируют специальными, с тренажерами щепковую силу хвата. Ну, по методикам по современным, а не по старинным. То же самое касается и силы, и выносливости мышц над плечей и все прочего. Ну, гораздо удобнее, эффективнее, а главный результат намного быстрее достигается, если использовать современные подходы. Так что и тут секретов нет. Никаких секретов нету в плане физической подготовки. А в плане боевой и тактической, тем более. Понимаете? Никакой. Это мое мнение личное. Я спорить по этому поводу не собираюсь вообще ни с кем, хотя на обсуждение с удовольствием, в общем-то, почитаю. Если кто-нибудь оставит под этим комментарии свои. Ну и еще раз говорю, а если такие знания секретные и существуют, то давайте будем честными сами с собой. Мы никогда не получим доступа к этим знаниям. Вероятность, что мы получим их просто катастрофически ничтожно. Ничтожно вообще. Особенно среди тех эзотериков, которые занимаются искусствами боевыми, восточными, да? Такими как японские, наркенавские. Понимаете? Европеец никогда не получит доступа и никогда не станет наследником сакральной каких-то знаний японских клановых школ. Он никогда не станет учить дэши там, да, у какого-нибудь великого японского мастера. Потому что они нас никогда не считают людьми равными себе. Они могут это делать внешне. Делать там рэй, там эти поклоны, кивать нам там пятые-десятые. Но на этом и закончится все. И никогда вы не получите к этому доступ. А если доступ к этому не досягаем, хватит мечтать. Не занимайтесь иллюзиями. Занимайтесь делом. Тренируйтесь просто. По современным методикам. И будете вы классными бойцами, которые не оставят шанса. Никаким древним, вернее современным древним бойцам, которые занимаются по древним каким-то методикам. Все. Всем пока. Был рад с вами видеться. Буду с удовольствием читать ваши комментарии. До встречи.